Здравствуйте! Меня зовут Александр Суворов, мне 46 лет, я бизнесмен. Голодание я пришел больше трех лет назад. Сначала это было мокрое голодание, то есть на воде. Его я практикую ежеквартально на смене сезонов 7-10 дней, иногда 15, это когда позволяет время. И стараюсь еженедельно поддерживать 1 день 36 часов, то бишь сутки, исключая те дни, когда я в поездках, в командировках или в отпуске. Зачем себя лишать радости жизни. Больше года назад я пришел к сухому голоданию, начал практиковать его дома сам, сутки, трое, шесть суток, дошел до шести суток. И вот на самом раннем этапе мы познакомились с Аней Якубой, я проходил у нее онлайн-курс, очень помогает. И в прошлом году, в августе, я был у нее на программе в Карпатах 7 суток сухого голода. Великолепный опыт. Всем, кто сразу хочу наперед забежать, кто хочет начать практиковать сухое голодание, то делайте это, конечно, желательно с тренером, с опытным человеком. Я думаю, Аня Якуба вам поможет в этом плане очень хорошо. Потому что, в отличие от мокрого голодания с водой, сухое голодание – это больше, наверное, духовная практика, чем физическая. Потому что процессы, которые происходят на сухом, гораздо глубже и гораздо серьезнее. И лучше, наверное, из социума убежать. Но давайте по порядку. К голоданию я пришел не из-за проблем со здоровьем, я здоров. Для меня приход к голоданию был, кроме радикальной чистки организма, тушки тела, мне была необходимость почистить мозги. Я думаю, как у любого человека в наше время, человека-дела, ведущего напряженный образ жизни и деятельности, в голове скапливается, или в голове, или в том, что мы называем головой, скапливается огромное количество всяких ненужных залежей, всяких обязательств, шлейфы каких-то невыполненных целей, культивируется чувство вины и так далее, и так далее. То есть нагромождение вот этого всего, ментальных масс, их периодически надо чистить. Я думаю, люди у меня понимают, которые ведут такой образ жизни. Голодание максимально разгребает эти залежи и завалы, и наоборот, выводит нас, нашу ментальную составляющую, на совершенно новый образ жизни. Особенно в сухом голодании. Буквально с третьего дня начинаются такие интересные процессы в психике и в мировосприятии. Ну, во-первых, сразу обостряются органы чувств все, обостряется зрение, слух, восприятие, что очень важно, очень сильно обостряется интуиция. То есть где-то в какие-то моменты, особенно в деловой жизни, где вы можете понимать, что вот тут, ага, вот тут врут, а вот тут можно верить. Человек вам начинает что-то говорить, и вы уже сразу можете понимать, ага, вот это все дело, а вот это все шелуха. Количество инсайтов и озарений, которые приходят на голодание, либо на выходе из голодания, то есть на выходе из голодания тоже очень важная часть процесса, наверное, самая важная, приходят ответы на многие вопросы. Приходят варианты разрешения каких-то ситуаций, которые вам казались неразрешенными. И с практикой, с продолжительной практикой абсолютно можно себе ставить задачу для голода. То есть если у вас какая-то проблема в жизни или неразрешенная ситуация, вы ставите ее себе как задачу и смело идете в голод. Гарантированно на выходе, либо на поздних сроках, либо на выходе, вам придет ответ. Причем часто и густо этот ответ приходит совершенно неожиданный, настолько простой, настолько интересный и самый короткий, и самый действенный. Этим можно и нужно пользоваться. Поэтому голодание, если говорить про меня, это не просто очистка тела, это не просто генеральная уборка и периодическая, так сказать, перезагрузка организма. Это отличный способ почистить мозги. Желаю вам здоровья!